Привет, это Марк Бартон, я рад, что вы смотрите это видео. Сегодня у нас очень интересная интимная тема. Муж не моется, как ему намекнуть? Поговорим сегодня с вами об этом. Тема была выбрана неспроста. Вы даже себе не представляете, какое количество женщин обращается ко мне с таким вопросом. Пишут совершенно по-разному, конечно же. У всех цель каким-то образом исправить мужчину своего, потому что кому-то противно с ним сексом заниматься, кому-то противно целоваться, кому-то противно просто находиться рядом. И кто-то стесняется выходить в общество, потому что стоит просто самый настоящий смрад. И от него фонит таким образом, что просто-напросто люди шарахаются. Даже знакомые уже делают замечания, супруги, говоря о том, что ты намекни как-то своему мужчине, что нужно иногда хотя бы принимать душ и следить за собой. Сегодня мы обсудим и рассмотрим разные причины, почему мужчина не моется и как вам быть в данной ситуации. Тема, на первый взгляд, может показаться абсолютно простой. И, возможно, и вы можете сказать, что он просто свинья, и поэтому не следит за собой. Я бы все-таки не стал торопиться с такими выводами. Досмотрел этот ролик до конца, и тогда вы поймете, в чем может быть вообще причина. Прежде чем мы перейдем к подробному рассмотрению данной темы, я хочу напомнить девушкам о том, что каждый месяц я провожу бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». И этот курс подходит абсолютно любой женщине, которая в браке, но при этом не чувствует себя счастливой. Женщине, которая пережила развод, женщине, которая находится в отношениях с женатым мужчиной, женщине, которая не испытывает оргазма в близости с мужчиной, женщине, которая хочет повысить свою самооценку, осознать, почему она стала жертвой, агрессором, либо спасателем. Темы очень разные. Я раскрываю эти темы как с точки зрения психологии, так с точки зрения очень тонких биохимических процессов, которые управляют женским организмом. Поэтому, если у вас есть такое желание, из любой точки мира, где бы вы ни находились, вы можете принять участие абсолютно бесплатно. Сразу после просмотра ролика переходите по ссылочке под этим видео и регистрируйтесь. Я специально нашел форум, где женщины делятся своим опытом и рассказывают о том, как они намекают, либо говорят своему мужчине, чтобы он пошел помылся. Вот некоторые из советов, которые здесь девушки говорят, советуют друг другу, я вам сейчас зачитаю. Я не буду там имена называть, это лишняя информация. Когда девушка пишет, я сказала своему мужчине, ты сегодня в душ пойдешь или вонючкой спать ляжешь. Ну, как бы, в принципе, интересный подход. А я своему мужчине сказала, что ты вонючая обезьяна, и если ты не помоешься, то секса не будет. А вот здесь девушка говорит, а я хожу со своим мужчиной в душ, я его завожу в душ и намываю ему. Я не буду говорить, что там, половые органы ему. И даже еще при этом умудряюсь его порадовать. И таким образом я его приучила ходить, значит, мыться. Одна пишет, я просто говорю, быстро в ванну ты воняешь. Ну, вот, и, в общем, здесь такие рекомендации даются. Где-то очень жесткие. Кто-то говорит, что ты грязная вонючка, ты свинья и так далее, и так далее. Ну, и, в принципе, можно почитать этот форум, сделать какие-то поверхностные выводы и построить с мужчиной, попробовать построить с ним отношения. Я бы все-таки начал разбирать возможные варианты, почему от мужчины может действительно дурно пахнуть. Давайте начнем вот с какого. Ну, допустим, вопрос может быть, в принципе, в воспитании и в той модели семейной, в которой присутствовал мужчина. Допустим, один из родителей был достаточно неряшливым человеком. Возможно, оба были достаточно неряшливыми. И какие-либо меры личной гигиены в семье просто-напросто не соблюдались. И мужчина вырос рядом со значимыми взрослыми. Вот, считав такую модель поведения, сейчас ведет себя точно так же. Здесь, конечно, данная причина не является оправданием для такого мужчины. Все-таки мы взрослые люди, живем в современном цивилизованном мире. Условия, в которых мы живем на сегодняшний день, они гораздо лучше тех условий, в которых жили короли. Возьмем XIV-XV век, когда у людей, в принципе, не было такой возможности следить за собой. Поэтому это скорее вопрос неосознанности плюс вопрос воспитания. То есть, такое возможно. Мужчина воняет. Позже мы будем говорить с вами, конечно, о том, как ему намекнуть, что сделать, чтобы он пошел мыться. Следующий очень интересный момент. Я бы все-таки предложил девушкам, которые живут с такими обонятельными мужчинами, обратить внимание на такие очень важные вещи. На какие? В обычной жизни ваш мужчина, то есть, какое-то время ваш мужчина мог действительно мыться, следить за собой, но потом наступает период, когда он перестает за собой следить. Потом вновь возвращается к чистоплотному образу жизни. Потом вновь от него дурно пахнет. То есть, его постоянно шатает. Чем это может быть вызвано? Конечно, здесь речь может идти о стрессе, в котором находится мужчина. Потому что стресс действительно очень часто отражается на психоэмоциональном состоянии. Может погружать мужчину в состояние апатии. И в этом состоянии мужчина просто-напросто расслабляется. У него весь его жизненный ресурс направлен на то, чтобы выйти из стрессового состояния. И он, конечно же, даже не думает о том, чтобы бегать там где-то, мыться и следить за собой. То есть, на это нужно обратить внимание, если вы понимаете, что не чистоплотность мужчины, она такая, знаете, скачкообразная, то, конечно же, в моменты стресса мужчину нужно поддержать. Мужчине нужно сказать и какие-то приятные, добрые слова. И как-то мягко намекнуть на то, что ему нужно сходить в душ. Даже не потому, что от него пахнет. А что тебе нужно принять горячую ванну, расслабиться, успокоиться, восстановиться. А может быть, предложить ему и массаж. А может быть, просто посидеть с ним вместе в ванной, поговорить о чем-то. Если это действительно стрессовое состояние, и оно является первопричиной вот такого нечистоплотного поведения мужчин. Если брать более глубокие и скрытые от наших глаз состояния, то здесь, конечно же, можно говорить о том, что мужчина бессознательно привлекает к себе внимание своей женщины дурным запахом. О чем идет речь? Например, мужчина очень нуждается в заботе, а все-таки уход за собой, принять душ, почистить зубы, чистоплотный образ жизни – это забота о себе. Так как у мужчины, возможно, не сформирован такой навык заботиться о себе, он использует свое не совсем приятно пахнущее тело, бессознательно, как элемент привлечения внимания своей женщины. И она бегает за ним постоянно и говорит ему, Гриша, от тебя пахнет, Гриша, ты воняешь, Гриша, тебе нужно в душ сходить, Гриша, тебе нужно поменять носки, Гриша, тебе нужно поменять рубашку, Гриша, сходи, помойся. А он это воспринимает как признание в любви, он это воспринимает как заботу о себе. И в принципе, так как для него другие формы близких отношений незнакомы, он эту форму использует как способ привлечь к себе внимание. Еще одной бессознательной формой, которой мужчина к себе привлекает внимание, это выстраивание, даже не привлекает внимание, а защищается. То есть мужчина может при помощи своего дурно пахнущего тела выстраивать некий барьер между собой и между женщиной. Возможно, это может быть связано с тем, что ему не хватает личного пространства. Такое тоже может быть, это очень тонкий психологический момент, когда мужчина находится постоянно в условиях, где рядом дети, жена, теща, еще кто-то, и у него нет возможности побыть наедине с собой, побыть в своих мыслях, где-то расслабиться. Он бессознательно может что? Своим дурным запахом делать все возможное, чтобы у женщины не возникало желания подходить к нему, обниматься, целоваться, посидеть с ним рядышком. То есть ей он становится неприятен. И он в этом обнаруживает вторичную выгоду. Он просто-напросто удаляется, дистанцируется на свою личную территорию, находится там столько, сколько ему необходимо. А женщина, естественно, занимается своими делами. Следующий важный момент, это, конечно же, вопрос, связанный вообще с образом жизни. То есть мужчина может вести нездоровый образ жизни, какие-то привычки пагубные, возможно, очень много курит, может быть, злоупотребляет алкоголем, может быть, питается совершенно нездоровой пищей, ведет малоподвижный образ жизни. Это в любом случае сказывается, и вы можете обратить внимание, например, на людей тучных, полных, которые не следят за своим здоровьем, возможно, они болеют, только разные причины могут быть. От них всегда исходит очень специфический запах. Поэтому здесь тоже нужно обращать на это внимание и понимать, может быть, вот эта дурнопахнущая субстанция в виде вашего мужчины, она как раз-таки по той причине и образовалась, что он ведет вот такой нездоровый образ жизни. А здесь еще важный момент о стрессе, который я хотел затронуть. Дело в том, что даже очень чистоплотные люди в моменты сильного стресса могут обнаружить неприятный запах от себя, либо их близкое окружение. Такое тоже часто бывает. Когда человек находится в очень сильном напряжении, когда человек находится в состоянии воздействия адреналина, когда адреналин вырабатывается, норадреналин вырабатывается, гормоны стресса, в этом состоянии человек находится какое-то время, это тоже может сказаться на каком-то неприятном запахе от человека. Но это скорее такие, знаете, редкие проявления, которые не являются уже закономерностью и нормой. Но в любом случае мы должны с вами это тоже обсудить. Еще очень важный момент, связанный с дурнопахнущими мужчинами, это взаимоотношения мужчины и женщины. А если говорить более точно, то женщина в отношениях с мужчиной может быть в роли мамы. В прямом смысле слова. То есть она такая мамочка, родитель, который оберегает своего мужчину. И здесь нужно обращать внимание не только на то, что от него дурно пахнет, а вообще на то, как устроены ваши отношения. Мамочка не позовет мыться, он не помоется. Мамочка не приготовит обед, он не пообедает. Мамочка не напомнит ему о чем-то, он обязательно на что-то забудет. То есть если посмотреть на таких мужчин, на таких женщин, то в принципе вот эта отсутствующая гигиена, это как элемент деструктивных отношений, где есть фигура женщины в роли мамы, и есть фигура мужчины в роли ребенка. При этом удивительно, что этот самый мужчина может быть волевым, он может быть сильным, он может занимать какую-то высокопоставленную должность, он может быть достаточно статусным человеком и вести совершенно иной образ жизни в обществе. Но как только он оказывается дома, он превращается вот в такого неумелого, неспособного следить за собой ребенка. И естественно, начинается такое естественное взаимодействие между мужчиной и мамой. То есть между мужчиной, который должен быть взрослым, осознанным, который проваливается в позицию ребенка, и женщиной, которая в роли мамочки. Вот она постоянно его тюкает, ведет его в ванну, ведет его из ванны, полотенечком оботрет. Здесь тоже необходимо обратить внимание на это, конечно же. Разбирая эти причины, по которым от мужчины может дурно пахнуть, мы все-таки должны и поговорить о том, что с этим делать. Понятно, что подойти к человеку и сказать о том, что от тебя воняет в какой-то грубой форме, это не совсем правильно, тем более, если у вас чувства к этому мужчине. Вы же не просто так с ним находитесь на одной территории. Я, кстати, был свидетелем таких ситуаций, когда абсолютно молодой парень, 23-24 лет, чистоплотный, который постоянно моется, душ принимает там по несколько раз в день, но у него такой специфический запах пота, что находиться с ним рядом в одном пространстве просто невозможно. И вот он пойдет помоется, вымоется, вычистится весь, надевает на себя чистую одежду, спустя полчаса ты уже просто не можешь находиться в помещении с этим человеком, потому что от него так воняло, что люди просто избегали общения с ним. Здесь, конечно же, тоже необходимо обращать внимание как на состояние здоровья раз, так на очень важные психологические, психоэмоциональные процессы, потому что это может быть напрямую связано с какими-то проблемами психологического и психического уровня. Допустим, если взять психиатрию, то практикующие психиатры, которые постоянно взаимодействуют с шизофрениками и подобными им, могут рассказать о том, что от этих людей всегда пахнет специфически, то есть у них есть свой специфический запах. Поэтому этого тоже не нужно исключать, и не всегда это связано только лишь с гигиеной. Как быть в ситуации, когда от мужчины действительно воняет? Необходимо поговорить. Поговорить прямо, без каких-либо намеков, но достаточно экологично. Не нужно унижать мужчину, не нужно сравнивать его со свиньей, не нужно сравнивать его с какими-то другими животными, от которых там пахнет неприятно, со скунсом, например, как делают многие женщины, либо намекать ему на что-то. Нужно сказать прямо, любимый, что от тебя исходит неприятный запах. Ты в течение дня много двигаешься, ходишь, потеешь, и мне хочется обнимать тебя, целовать тебя, но мне неприятно. И давай будем уважать друг друга. Это все-таки уважение, это форма близких отношений. И поэтому, если присутствует в отношениях и любовь, и забота, и эмпатия, и сочувствие, и желание делать счастливым своего партнера, то такие вопросы очень быстро обсуждаются, такие вопросы очень быстро разрешаются. Если же, конечно, мужчина, и даже после разговоров с ним, никаким образом не меняется, он каким был вонючкой, таким и остался, здесь, конечно же, уже только от вас зависит, какую вы будете выбирать форму общения с ним. Если вам приятно ложиться спать с ним, заниматься с ним сексом, это ваш выбор. Никто вас не может заставить. И, естественно, если вы мужчине прямо скажете о том, ты знаешь, я не готова заниматься с тобой любовью, потому что от тебя неприятно пахнет, я не могу расслабиться. Для меня это противоестественно. Я хочу наслаждаться процессом, а не закрывать нос и думать, когда это все закончится. Если ваш мужчина адекватен, он сделает это. Ну, а если брать ситуации, когда мужчина ни разговоров не понимает, если мужчина ни намеков не понимает, вы ему прямо говорите, и мягко говорите, и грубо говорите, и как угодно говорите, он все равно воняет и даже не следит за собой, ну, здесь уже решать вам. Возможно, вам нужен просто другой мужчина. И у вашего мужчины есть проблема, которую он не готов решать. Он не готов идти ни к психологам, не обращаться к психиатру, он не готов обращаться к диетологам, он вообще не готов даже изучить вопрос, связанный с гигиеной. Здесь, знаете, такой момент еще очень интересный. Я помню, когда я был ребенком, мы жили в частном доме, и домик был достаточно старенький, там не было таких удобств, как сейчас. Тогда родители, что, грели водичку там в кастрюльках, купали нас с братом там в тазиках каких-то. Но у меня были соседи, мои друзья, которые очень часто говорили о том, что вот в четверг мы идем мыться, там, или в среду мы идем мыться. То есть они не мылись на протяжении, к примеру, там, трех, четырех, пяти дней, а потом раз в неделю идут моются. А потом все это время не моются. Ну и представьте себе мужчину, который вырос в такой среде. Ну, слава богу, у меня у родителей там были осознанными, они приучили меня гигиене и чистоплотности. А вот такой ребенок. То есть действительно он уже, будучи взрослым мужчиной, должен просто изучить этот вопрос. И здесь уже, конечно, речь идет об осознанности. Потому что если вы понимаете, что мужчина не хочет даже в этом вопросе развиваться, о каких других дальнейших взаимодействиях, качественных, в семье можно говорить. Знаете, можно, конечно, пофантазировать и предложить женщине различные формы такой мягкой манипуляции. Ну, там, намекнуть мужчине на то, что вы хотите его удовлетворить каким-то образом удивительным, заманить его в ванну, вымыть его там, а потом с ним еще заняться там сексом. С одной стороны, вроде бы ничего такого в этом нет. Ну, а с другой стороны, это такой бред, вот правда. Что женщина, вместо того, чтобы думать о том, какое ей пойти нижнее белье на себя надеть, там, свечи зажечь, не знаю, в приподнятом настроении ждать своего мужика, когда он из душа вернется, в который он сам отправился. Она еще должна ходить, как мамка ему, там, намывать ему яйца, подмышки, ноги, проверять, там, не торчит ли у него сера в ушах, не вываливаются ли козявки из носа. Ну, какой там процент, мы же не то, чтобы возбуждение все пропадет, там отпадет вообще все желание. Проще устроиться тогда в детский сад нянечкой, намывать там этих мальчиков, девочек. В чем разница? Исключительно осознанность. Сказали раз, сказали два. Если понимаете, что мужчина не меняется, значит, не соглашайтесь на формы близкого общения. Я еще раз вам напоминаю о том, что вы можете принять участие в бесплатном онлайн-курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео, поэтому переходите по ней и регистрируйтесь. Мы будем заниматься вопросами повышения самооценки, отношения с абьюзерами, алкоголики, наркоманы, отношения с женатым мужчиной, состояние женщины после развода, предательства и измены, женщины, которые остались с детьми, вопросы прокрастинации, перфекционизма, сексуальности, деструктивные, дефицитарные, рассматривать тему, связанную с психосоматикой и влиянием телесных блоков на организм женщины, на ее жизнь, на качество жизни, вопросы, связанные с анаргазмией. То есть это очень объемная программа, в которой можно принимать участие из любой точки мира, где бы вы ни находились. Поэтому переходите по ссылочке, с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и уверен, что после этого курса ваша жизнь уже не будет прежней и начнутся изменения и перемены в лучшую сторону. С вами был Марк Бартон. Всего доброго и до скорых встреч. Пока-пока.